Прежде чем начать охоту с подхода, до места добираются на машине. Альфу показалось, что он увидел косулю на краю дороги. Рики не видит косулю. Животное находится на расстоянии 800 метров. Оптика – необходимое средство на охоте с подхода. Альф выследил более тысячи косуль при помощи этого оптического прибора. Определить качество и размер трофея на таком приличном расстоянии невозможно, даже используя оптику. Бинокль увеличивает предметы в 50 раз, но только опытный охотник может увидеть зверя. Самец прячется в высоких зарослях вереска, и только подрагивающие уши, отгоняющие назойливых насекомых, выдают животное. Похоже, что самец отличный. Хотя выслеживание сландровера не практикуют, Рики незаметно выходит из машины, пока все внимание животного сосредоточено на насекомых, которые облепили его со всех сторон. Продолжение следует... Несмотря на то, что денек выдался теплый, лучше надеть пару перчаток и кепку темного цвета, чтобы не вспугнуть осторожного самца. Им нужно поторопиться. Самца начинают раздражать назойливые насекомые и, скорее всего, он поменяет место лежки. Реки готова. Реки готова. Точный выстрел в лопатку сразил животное на повал. Реки готова. Доброе утро! Ну, это очень хорошо! Спасибо! Спасибо! Это было круто! И мы не будем ждать так долго. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Это будет круто! Я думаю, что это был ретейтбок на ретуре. Я думаю, что это был правильный ретейтбок. Доброе утро! Доброе утро! Вот так вот! Мед флурен рядом, на ретейтбок! Доброе утро! В общем, он очень хорош! И он очень хорошо, но не будет лучше. У меня нет спорта! Я не знаю, что он подошел вверх и вылетает фраг. Да. Хороший лаврак. Добок. Добавил с вами, Рик. Так. Игорь Негода. Да, это было дико. Да. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Да, это не очень хорошо.